Всем привет! Сегодня мы с вами отправляемся после Дам Викингов. Первая остановка это туристический городок либо поселение под названием Флом. Он довольно известен благодаря Фломсбана, так называемый туристический поезд, который считается одним из самых красивых маршрутов в мире, вот именно на поезде. Сам городочек Флом, конечно, не впечатлил. Это просто туристическая конфета. Кстати, перед заездом Флом есть такая стоянка для подзарядки Тесл и других электрокаров сразу же после туннеля. Первую, которую мы видели именно такого масштаба. Ну а дальше мы подъезжаем к Флому, к туристическому объекту. У нее нет ничего аутентичного, то есть кафешки, магазинчики сувениров. Вот этот как раз знаменитый поезд проезжает. Единственный плюс, что там не надо платить за парковку. Этим они, конечно, подкупают. Не надо платить за парковку, не надо платить за вход в музей, местный музей. А это знаменитый паб Эггер, который построен в стиле викингов. Потом мы там тоже остановимся. Ну что, прогуляемся? Хюльдра из норвежского фольклора. Шмут. Субтитры сделал DimaTorzok Впечатлило, что оказывается норвежцы тоже носили дубленки Это, наверное, первая дубленка, которую я вижу своими глазами Сейчас, конечно же, они здесь не популярны совсем Сейчас же мы заглянем в Папа Эггер Снаружи он напоминает деревянную норвежскую церковь Ставчирке А внутри его создатели вдохновились скандинавской мифологией Вы потом это сами увидите Перед входом находится дерево, которое чем-то напоминает дерево Игдрасиль Тоже из-за скандинавской мифологии всевозможными фигурами Фигурами богов, белки, двух воронов и все так далее На первом этаже бар, а на втором ресторан Где можно отведать аутентичную скандинавскую кухню Они готовят свое пиво Также у них есть и мед, и экивид То есть такие уже специалисты Кстати, их продукцию можно купить во многих магазинах Настолько они уже известны Очень интересное место Единственное, что музыка была странновата То есть могли бы уже, конечно, придумать что-то более этно-этно-норвежское Например, вардрюну Ну, что есть, то есть Мы взяли безалкогольное пиво Поскольку мы дальше продолжали свой путь Ну, а так у них есть большой выбор Например, можно взять набор с пяти дегустационных проб за 150 крон Можно взять, например, пиво Рагна Рок Крепостью 15 градусов, но оно стоит 235 крон Либо молот Тора Очень много всевозможных интересных видов Кстати, вот такое безалкогольное пиво Обродается в любом магазине Кооп Минус Здесь такой мотия Сейчас мы попали в город викингов Ниадархеймр называется Все еще это фьорды Все еще горы Получили вот такую Труну Райду Вместе с места билета, скажем так Ну, сейчас пойдем исследовать Билет в этот город викингов стоит 200 крон на человека То есть 20 евро Было довольно малолюдно Я думаю, что во времена без пандемии Здесь, конечно, был намного более интересный формат Мне очень понравилась эта комната Это дом Это так называемый дом Хёвдинга Хёвдинг по-норвежски обозначает вождя То есть главу общины викингов тех времен Очень интересно было рассматривать Возможные формы, резьбу, предметы Любопытно Это вход в опочевальню Туда мы сейчас еще зайдем Здесь возможные боги Интересно сделали, конечно Заходим внутрь Вот так вот Предположительно отдыхали вожди викингов Я, кстати, получила такой инсайт Не инсайт, но мне показалось, что было бы интересно Например, ночевать в каком-нибудь бэд-эн-брэк В астреатере В таком вот стиле Где все напоминает о викингов Почувствовать себя викингами, например, на одну ночь Либо на одни сутки Вот это было бы интересно Но я такого, кстати, не встречала Вот именно на таком уровне Кухня Очень было интересно рассматривать Возможные засушенные растения Грибы Здесь малоли зерно для муки Для получения муки Всевозможные ложки Тарелки Посуду Очень интересно Гид рассказывает об оружии Которые использовали викинги Также, кстати, интересно Он повествовал о том Почему все-таки На некоторых шлемах викингов Есть рога И почему на самом деле Они их не использовали То есть у них был обычный шлем Все пошло После постановки Оперы Вагнера Кольцо небелунгов Где Костюмер Решил вдохновиться Другими источниками И как раз таки Образовались такие вот рога На шлемах Но это, конечно, не имеет никакой реальности А здесь уже мы наблюдаем Место для жертвоприношения То есть здесь поклонялись богам Показаны все боги тех времен Мы видим, конечно же, что справа расположен Фрой Бог плодородия Тор Один Нью-Йорк Фрэя Фрой А сбоку Локи Перевертыш Фрэй 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 также гид нам рассказал о том как во времена викингов изготавливали одежду что на самом деле она была очень яркая они так как представлена часто вас всевозможных сериалах и фильмах для того чтобы окрашивать пряжу использовать всевозможные методы и всевозможные материалы и так чтобы получить зеленый и желтый цвета потом понадобился только отвар специальных растений это было несложно проблематично было например получить фиолетовый красный и синий цвет фиолетовый получали благодаря вымачиванию в особом растворе с пурпурной улиткой которые добывали на средиземноморьях красный получали благодаря вымачиванию определенным растениям который называется краб это в принципе марина красильная а синий был вообще сложный то есть необходимо было найти растения вайт которые затем смешивали с мочой потому что необходим был аммиак для ферментации для брожения потому что синий цвет образовался только при брожении индика и потом уже конечно же через несколько недель вымачивания получали цвет конечно же запахи там стояли фантастические ваше Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok На обратном пути мы заскочили в магазинчик при городе викингов Там продавались всевозможные локальные продукты Например, трюфельная водоросль Вкус норвежской природы Такой вот пучок стоил 200 крон Также всевозможные колбасы из оленины, лосятины, косули Мед Мед, меня кто-то спрашивал оценок на мед Конечно, здесь они выше, чем в магазине Все-таки это такой месечковый мед Но, например, 120 крон за 140 миллилитров Вам предлагают Например, перестковый мед На обратном пути мы увидели Такой интересный дом на колесах Который весь разрисован наскальными рисунками Времен предвикингов То есть это времена, например, бронзового века Либо железного века Очень интересно Кстати, этот дом на колесах принадлежал полякам Которые вот так вот кочуют с фестиваля на фестиваль В летний период Ну а сейчас вот они остановились Вот именно в этом городе викингов И продают свои изделия Черешня и мед Черешня осталась Меда нет Так, мед стоит 90 крон Не написано, какой вес А черешня 60 Ну так она, в принципе, сейчас по всему этому региону стоит Можно заплатить либо наличкой Либо через систему ВИПС Водопад Лоттефос Двойной водопад И на этой прекрасной ноте я с вами прощаюсь Всем всем пока!